Мои дорогие друзья, я, Мария Максакова, приветствую вас вновь на видеоблоге, наконец-то после очень длинного отсутствия. Хочу вам сказать, что нахожусь я в Рижке. Ладно, нет. Я не помню вас. Спасибо. Это фасад национальной оперы Рижки, где 3 декабря пройдет мой концерт в Солли, который станет первым и, наверное, самым ответственным концертом в рамках тура «Балтийский путь». Притом, надо сказать, что я все детство проводила в Юрмале, потому что мой папа латыш, наполовину моего дедушка Эрик Игенбергсов латыш. И мои родители очень любили Ригу, очень любили Юрмалу. Я в лето готовила здесь программу на год вперед, потому что училась в Центральной музыкальной школе и выучивала все произведения, которые мне в дальнейшем нужно было играть. Ну, безусловно, я бы с большим удовольствием бегала бы по романтичным дюнам и белоснежному песку в Юрмале и купалась потом в заливе, который мне тогда не казался ни мелким, ни холодным. Но мне приходилось еще часов по семь, к сожалению, сидеть за роялем. Теперь я, конечно, рада этому, потому что я успеваю выучивать оперные партии за какие-то рекордные сроки. Ну, скажу так, что с самого моего детства впечатление от Риги всегда было как от абсолютно европейского города. Всегда царил этот какой-то такой неторопливый, очень достойный такой дух. И мне, конечно, здесь очень нравилось, я республика ждала, когда же я снова поеду в Риг. Теперь вот я снова в Риге. Надо сказать, что кульминацией этого всего длинного пути к победе был, безусловно, Балтийский путь, акция, которая была проделана в 89-м году. И в связи с этим концерт, который посвящен столетию независимости Балтийских государств, в данном случае Латвии, он называется поэтому, вот видно, Балтия Сет, то есть Балтийский путь. И вот таким образом, во-первых, я хочу, конечно, обратить внимание моих клетачив, что Украина сыграла важнейшую роль в становлении независимости тогда, в 2018 году. И взаимоотношения, и возобновленные взаимоотношения дипломатические, теперь уже между независимой Украиной и независимой Латвией, только нижний раз подтверждают о том, насколько эти устремления действительно были подлинными и у Украины, и у Латвии. Ну, что сказать, Латвия, конечно, уже в Евросоюзе, но мы, я считаю, на подступах. И скоро-скоро все это тоже получится. Буду рада, если мои дорогие друзья, может быть, кто-то живет в Риге, увидит мое сегодняшнее обращение, и, возможно, окажется 3 декабря в зале Латвийской национальной оперы, где программа будет состоять из оперных серьезных арий, также из оперных хитов, достаточно большой украинский блок из украинских песен. Латвийским оркестром оперы будет управлять главный дирижер Харьковской национальной оперы, это Дмитрий Морозов. Поэтому я надеюсь, что мне удастся сделать такое-какое-то событие, вообще для меня безумно важное, потому что фактически я соединяю два своих таких главных корня. Это Максимилиан, конечно, Максаков, который родился в Черновцах и который создал и придумал всю нашу династию, в дальнейшем, женившись на моей бабушке и создав из нее оперную приму, а потом уже и я ношу фамилию Максакова таким образом. А вторая фамилия Игенбергс, это фамилия моего папы и моего латышского дедушки, который был, между прочим, консулом, довольно известным человеком в Прибалтике, в Риге. И, соответственно, хотела бы, конечно, чтобы вот это вот такое чудесное начинание, я даже волнуюсь в какой-то степени, чтобы все прошло, ну, ура! Спасибо большое и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok